Шанон, приветствую вас! Гарри, задавайте вопросы по-русски, я буду переводить. Я, наверное, сначала обращусь к телевизору, да? Он будет сначала присоединиться к телевизору, к аудиторию. Хорошо. Друзья, мы сегодня встречаемся с... Я забыл фамилию, Моти. Хасфари. Моти? Ха-па-ри. Касфари. Да. А как представить Моти? Моти, как вы хотите быть представленным? Организатор и руководитель компании вот этой jvocals.com. Ну, то, что я вам присылал, ссылку. Угу. Вот отсюда, как бы, тогда пойдет запись, хорошо? Дорогие друзья, добрый день. Необычная такая форма общения. И на связи со мной в Израиле Моти Хасфари, это организатор крупнейшей компании jvocals. Вот. И наш друг Александр Цалюк, художественный руководитель и дирижер московской мужской еврейской капеллы. Добрый день, шалом. 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 И первый вопрос, друзья. Расскажите, как вы познакомились и как возникла идея, о которой вы нам сейчас расскажете, нашим дорогим зрителям Мэгги ТВ. Моти, first of all, he wants to ask how we met each other and how this crazy idea came to your mind. Okay, so few words to begin with about jvocals.com. We founded it half a year ago in Israel. One by one. So, Gary, значит, сначала я хочу пару слов сказать о своем детище jvocals. Мы организовались больше, чем полгода тому назад. Continue. With a great passion to cantorial music. Мы большие фанаты кантерской музыки. And we're talking about online marketplace for cantos, choirs, singers, bands all over the world for every Jewish event. Мы говорим о том, что мы предоставляем платформу для кантеров, ансамблей, хоров, певцов, которые могут быть представлены у нас на платформе со всего мира. The vision of jvocals is to boost the revival of the Jewish music with an emphasis for cantorial music. Наше представление, так сказать, нашей деятельности, мы хотим возрождение еврейской кантерской музыки, особенно кантерской музыки и, в принципе, еврейской музыки. And also to bring together Jewish people from all around the world, connect them together with music, especially with cantorial music. We also want to try to combine as much more people, евреев и неевреев, all around the world, around cantorial music and around the Jewish music. Now, Sasha and I met only a month and a half, two months ago, while we were in a convention in the European Cantorial Convention in Hannover. Мы встретились с Сашей два месяца тому назад в рамках европейской конвенции кантеров в Ганновере, в Германии. I was there to promote jvocals, and Sasha was performing with the Jewish Moscow Capella. Я приехал туда, чтобы представить свой ресурс, jvocals, а Sasha выступал там со своим кором. После того, как Sasha зарегистрировал хор на моей платформе, мы стали друзьями. So the story is that a week ago, only a week ago, Sasha called me and said, Moti, you know that this 72nd Independence Day of Israel is coming soon. Let's do something special. неделю тому назад Саша позвонил мне и сказал, Moti, приближается 72-ая годовщина со дня образования государства Израиль. Давай-ка мы что-нибудь сделаем с помощью твоей платформы вместе. Следующий вопрос. Да, и что ты сказал, Саш? Я сказал о том, что сейчас очень модно и своевременно на всех социальных, так сказать, площадях и платформах и сетях всякие такие виртуальные оркестры, хоры, ансамбли, солисты. И что надо попробовать записать хор с кантерами и посвятить этот такой виртуальный хор, виртуальный номер Дню рождения Израиля. И расскажите, ребят, сколько кантеров примет участие в проекции, или если среди них какие-то наиболее известные. Моти, он хочет узнать, сколько кантеров мы имеем на сайте, и кто действительно очень важен и хорошо знаменитых, и что-нибудь о том, о том, о том, о том. Окей. Сначала, на нашей платформе, на нашей платформе, на нашей платформе, мы уже 300, более 300 кантеров. И что уникальное в них, они приходят из всех разных denominаций. Реформ, консерватив, ортодокс, ультра-ортодокс, и мы также имеем женщины кантеров, кстати. Значит, у нас на сегодняшний день, на нашей платформе, уже зарегистрировано больше 300 кантеров со всего мира. И что наиболее интересно, они все представляют разные общины, и реформистские, и ортодоксальные, и даже ультра-ортодоксальные, и консервативные. У нас даже есть женщины кантеров. Мы не отказываем никому в регистрации. Мы выбрали 19 кантеров, которые представляют разные еврейские общины, и разные организации, и принадлежат разным течениям в иудаизме, от самых ортодоксальных до реформистов. Например, мы выбрали кантера Израиля Ранд, который главный кантер города Рамадган в Израиле. Из Соединенных Штатов к нам присоединился Яков Моцин. Мы имеем Янки Лемер, Яков Лемер, который главный кантер в Синагоге. Например, кантер Яков Лемер, который кантер в Линкольн Центр. Да, Линкольн Центр, то есть Синагоги на Линкольн Центре. Уриэль Гранат из России. Уриэль Гранат, который является кантером из России. У нас есть знаменитый кантер и композитор Зол Зим, который, собственно, написал музыку этого произведения. К нам присоединился Дуду Фишер, легендарный эстрадный кантер и певец, который известен на весь мир. У нас есть главный кантер армии обороны Израиля Шай Абрамсон. У нас есть главный кантер армии обороны Израиля Шай Абрамсон. Моти, скажи что о то, что вы забыли сказать. Моти, расскажите о форме, что вы forgot to announce. Ага, да, да. Значит, у нас изначально была очень сложная задача, мы не могли использовать живой оркестр, это просто невозможно сделать онлайн, поэтому я, как художественный руководитель, предложил записаться под фонограмму, под минусовую фонограмму. Вот, мы, в общем, изготовили ноты этого произведения заново, а вообще мы пели это произведение раньше, это молитва, которая называется «Авинуша башама», молитва за государство Израиль. Мы пели ее в другой аранжировке. Специально для этого проекта мы созвонились с человеком, который делал ту аранжировку, его зовут Роман Масленников и Масленников-Шумахер. Он с 2000 года по 2007 пел у нас в хоре. Вот, и он не только дирижер хора, сам по специальности и певец, но и он еще в Германии, когда он эмигрировал туда в 2007 году, он стал звукорежиссером. И он сейчас поднял свой архив, перезаписал эту фонограмму специально для нас, и, значит, это была, как бы, моя ответственность, моя зона ответственности подготовить фонограмму, подготовить нотный материал, привлечь максимально профессионалов в этой области. Континуем это. Мы решили это сделать таким образом, потому что сейчас мир просто сошел с ума с этой пандемией, весь мир закрыт, люди сидят, очень тяжело всем, и как бы чисто по-человечески тяжело, и финансово тяжело. Вот мы решили таким образом, как бы, поддержать людей, евреев. Мы абсолютно все разделены сейчас, мы не можем встречаться с нашими родственниками, с нашими любимыми, с нашими, так сказать, родными. Потому что мы пытаемся защитить себя против этой эпидемии, против COVID-19. Мы сейчас пытаемся спасти себя и защитить себя от пандемии, от этого ужасного вируса. Но в то же время то, что нас сейчас разъединяет, как выяснилось, может нас в каком-то ключе и соединить между собой. Таким образом, каждый сидящий в карантине кантор и хорист, и пианист, и дирижер посвятили всего себя, так сказать, все свое сердце и душу, чтобы объединиться и изготовить вот этот потрясающий такой музыкальный номер. Таким образом, мы сейчас не разъединены, а наоборот, всячески соединились, чтобы воспеть вот такую хвалу и молитву в честь государства Израиля. Когда вы будете заниматься всем этим и когда выйдет эта готовая уже запись. Таким образом, Моти, расскажите нам о том, где и как люди могли бы слушать это, видеть, и где это будет доступен. Таким образом, это будет доступен. Таким образом, это будет доступен. В общем, это произведение будет запущено онлайн во вторник вечером в Израиле и в Москве. Время сейчас синхронизировано, оно одинаковое. Будет праздноваться, начнется празднование Дня независимости Израиля. И во вторник вечером этот ролик будет доступен на нашем канале J-Vocals в YouTube. А также мы спланируем выставить его и на странице в Facebook, и в Instagram. И если вы зайдете в Google и наберете авинушево-шамаем J-Vocals, вы сразу, конечно же, найдете ссылку, чтобы это услышать. И в течение суток, я так понимаю, можно будет за этим наблюдать, да? It will be available only during 24 hours or it will remain in the net after. Это останется в сети дальше постоянно, то есть это можно будет смотреть. На мой взгляд, это замечательный проект, такой своеобразный музыкальный ответ к коронавирусу, да? Это то, что мы, музыканты, можем сегодня делать. То есть каждый по-своему выражает. Это замечательная ответственность от всех жителей и всех музыканцев. Это ответственность к коронавирусу, против коронавирусу. Это то, что мы, как музыканты, можем делать в этот ужасный момент. True, true, true. Это право. И давайте не забыть, давайте не забыть, что в этой периоде, все артисты, все сыгры, все танцы, все танцы, все танцы, не имеют работы в данный момент. Но они все равно имеют много энергии, много motivation. И мы все надеемся, что после этого закончения, они все вернутся, они будут вернуться к коронавирусу и быть частью всех симхаха в мире. This is why we encourage everyone to go into jvocals.com to search, compare and book Jewish Voice Talents. Давайте не забывать о том, что в это сложное время все наши музыканты и кантеры, и певцы, и хоры находятся без работы. То есть все очень сильно пострадали. И давайте надеяться на то, что это время пройдет. И, так сказать, мы будем снова каким-то образом востребованы. И поэтому я вас приглашаю всех зайти на jvocals.com, присоединиться к нашему сайту. И там вы имеете возможность увидеть множество самых талантливых кантеров и певцов, и музыкантов со всего мира. Можете их сравнивать, можете их выбирать, можете их приглашать для каких-то ваших мероприятий, торжеств, вашей общины. И таким образом поддержать их очень. Замечательно. Спасибо большое, друзья. Искренне хочется пожелать вам успеха и поблагодарить за эту идею, за этот такой музыкальный мост, который вы протянули от каждого еврейского сердца, от одного еврейского сердца к другому. Я думаю, этот проект будет иметь большой успех. Мы все будем с удовольствием в авторник вечером, да? Я так понимаю, в авторник вечером сидеть в монитере в наших компьютерах, телефонах. Я думаю, это фантастический проект, и я желаю вам успеха. И мы надеемся, что эти трудные моменты закончатся, и мы обязательно приглашаем J-Vocals и СИ. Также, я желаю вам все лучшего успеха. Это фантастический путь между музыканами из всего мира, между Jews из всего мира. И я желаю вам все успеха. На тюздец, мы все будем сидеть в стороне экрана, смотрим эту замечательную операцию. Спасибо вам за эту возможность дать вам интервью, и это большая честь для меня. Спасибо тебе, что ты нас соединил, наши телевидения с этим замечательным... Спасибо большое, что ты связываешь нашу телевизор с Моти, и это огромная возможность. Спасибо. Спасибо. И приглашаю всех зрителей постоянных и непостоянных СТМЕГИ ТВ во вторник вечером. Будем слушать прекрасную духовную музыку. Это отличная новость, что мы приглашаем всех, которые смотрят СТМЕГИ ТВ, чтобы присоединиться на этот путь и посмотреть на премьер, и после этого премьерного письма. Хорошо, спасибо. Спасибо. Пока-пока, джентльмены. Пока-пока. 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 Куршикова. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Гарри, задавайте вопросы по-русски, я буду переводить. Я, наверное, сначала обращусь к телевидению, да? Он будет сначала присоединиться к телевизору, к аудиториуму. Хорошо. Друзья, мы сегодня встречаемся с… я забыл фамилию, Моти. Хасфари. Хасфари. А как представить Моти? Моти, как вы хотите быть представленным? Моти, представитель и CEO JVocals.com. Организатор и руководитель компании JVocals.com. Ну, то, что я вам присылал, ссылку. Вот отсюда тогда пойдет запись. Хорошо. Дорогие друзья, добрый день. Необычная такая форма общения. И на связи со мной в Израиле Моти Хасфари. Это организатор крупнейшей компании JVocals. Вот. И наш друг Александр Цалюк. Я тоже руководитель и дирижер московской мужской еврейской капеллы. Добрый день. Шалом. Шалом. И первый вопрос, друзья. Расскажите, как вы познакомились и как возникла идея, о которой вы нам сейчас расскажете, нашим дорогим зрителям Мэгги ТВ. Моти, первое, он хочет спросить, как мы встретились друг с другом и как эта удивительная идея пришла к вашему мнению. Хорошо. Итак, несколько слов, чтобы начать, о JVocals.com. Мы его создали в Исраиле. Один за один. Итак, Гарри, сначала я хочу пару слов сказать о своем детище JVocals. Мы организовались больше чем полгода тому назад. Продолжение. Мы большие фанаты кантерской музыки. Мы говорим о том, что мы предоставляем платформу для кантеров, ансамблей, хоров, певцов, которые могут быть представлены у нас на платформе со всего мира. Наше представление, так сказать, нашей деятельности, мы хотим возрождение еврейской кантерской музыки, особенно кантерской музыки и в принципе еврейской музыки. Также мы хотим в принципе попробовать объединить как можно больше людей, евреев и неевреев по всему миру вокруг кантерской музыки и вокруг еврейской музыки. Мы встретились с Сашей два месяца тому назад в рамках европейской конвенции кантеров в Ганновере, в Германии. Я приехал туда, чтобы представить свой ресурс JVocals, а Саша выступал там со своим хором. После того, как Саша зарегистрировал хор на моей платформе, мы стали друзьями. Неделю тому назад Саша позвонил мне и сказал, Моти, приближается 72 годовщина со дня образования государства Израиль, давай-ка мы что-нибудь сделаем с помощью твоей платформы вместе. Следующий вопрос. Да, и что ты сказал, Саша? Я сказал о том, что сейчас очень модно и своевременно на всех социальных площадях и платформах и сетях всякие такие виртуальные оркестры, хоры, ансамбли, солисты. И что надо попробовать записать хор с кантерами и посвятить этот такой виртуальный как бы хор, виртуальный номер дню рождения Израиля. И расскажите, ребят, сколько кантеров примет участие в проекции, если среди них какие-то наиболее известные. Моти. Моти, он хочет узнать, как много кантеров мы имеем на board и кто-то очень важны и очень важны. И что-то о том, о том, о том, что все. Окей. Итак, первое, на нашей платформе, на нашем JVocals вебсайт, мы уже имеем 300, более 300 кантеров. И что у них уникальное, что они приходят из всех разных denominаций. Реформ, Консерватив, Ортодокс, Ульта-Ортодокс. И мы также имеем женщины кантеров, кстати. Значит, у нас на сегодняшний день на нашей платформе JVocals уже зарегистрировано больше 300 кантеров со всего мира. И что наиболее интересно, они все представляют разные общины, и реформистские, и ортодоксальные, и даже ультра-ортодоксальные, и консервативные. У нас даже есть женщины кантеров. Мы не отказываем никому в регистрации. Мы выбрали 19 кантеров, которые представляют разные еврейские общины и разные организации, и принадлежат разным течениям в иудаизме, от самых ортодоксальных до реформистов. Например, мы выбрали кантера Израиля Ранд, который главный кантер города Рамадган в Израиле. Из Соединенных Штатов к нам присоединился Яков Моцин. Мы имеем Янки Лемер, Яков Лемер, который главный кантер для Линкольн Square Synagogue. Например, кантер Яков Лемер, который кантер в Линкольн Square Synagogue. Да, Линкольн Центр, то есть синагоги на Линкольн Центре. У нас есть Уриэль Гранат, который является кантером из России. У нас есть знаменитый кантер и композитор Зол Зим, который, собственно, написал музыку этого произведения. К нам присоединился Дуду Фишер, легендарный эстрадный кантер и певец, который известен на весь мир. К нам присоединился главный кантер армии обороны Израиля Шай Абрамсон. Да, ребята, только вы забыли сказать, что за произведение будет представлено. Моти, ты скажешь что-то о композиции, что вы забыли что-то. Ага, да, да, да. Это был очень сложный aspect, потому что, вы знаете, начинка была написать из-за начала. И, конечно, у нас нет оркестра, все плавки должны быть на компьютере. Это то, что Саша был ответственным, с его большим талантом. Он присоединился всех профессионалов, писали ноты, делали игрок, и поставили все голоса вместе. Значит, у нас изначально была очень сложная задача. Мы не могли использовать живой оркестр. Это просто невозможно сделать онлайн. Поэтому я, как художественный руководитель, предложил записаться под фонограмму, под минусовую фонограмму. Мы, в общем, изготовили ноты этого произведения заново. А, в общем, мы пели это произведение раньше. Это молитва, которая называется «Авину Шебешама» «Молитва за государство Израиль». Мы пели ее в другой аранжировке. Специально для этого проекта мы созвонились с человеком, который делал ту аранжировку. Его зовут Роман Масленников и Масленников-Шумахер. Он с 2000 года по 2007 пел у нас в хоре. Вот. И он не только дирижер хора сам по специальности и певец, но и он еще в Германии, когда он эмигрировал туда в 2007 году, он стал звукорежиссером. И он сейчас поднял свой архив, перезаписал эту фонограмму специально для нас. И, значит, это была как бы моя ответственность, моя зона ответственности и подготовить фонограмму, подготовить нотный материал, привлечь максимально профессионалов в этой области. и продолжать. Мы решили это сделать таким образом, потому что сейчас мир просто сошел с ума с этой пандемией, весь мир закрыт, люди сидят, очень тяжело всем и как бы чисто по-человечески тяжело и финансово тяжело. Вот мы решили таким образом поддержать людей, евреев. Мы абсолютно все разделены сейчас, мы не можем встречаться с нашими родственниками, с нашими любимыми, с нашими, так сказать, родными. Мы сейчас пытаемся спасти себя и защитить себя от пандемии, от этого ужасного вируса. Но, в то же время, то, что нас сейчас разъединяет, как выяснилось, может нас в каком-то ключе и соединить между собой. Таким образом, каждый сидящий в карантине кантор, и хорист, и пианист, и дирижер, посвятили всего себя, так сказать, все свое сердце и душу, чтобы объединиться и изготовить вот этот потрясающий такой музыкальный номер, который призван объединить евреев всего мира и просто людей, так сказать, вокруг этой идеи. Таким образом, мы сейчас не разъединены, а наоборот, всячески соединились, чтобы воспеть вот такую хвалу и молитву в честь государства Израиля. Когда вы будете заниматься всем этим, и когда выйдет эта готовая уже запись? Таким образом, Морти, скажи нам о том, где и как люди могли бы слушать это, увидеть это, где это будет доступен? И где? Таким образом, Индепендентный день в Исраиле на вечеринке, в Исраиле, в России и в Москве, и в Москве тоже. Таким образом, мы сходимся с этой мелодией на нашем YouTube-чанеле, JVocals channel. Также он будет на нашем Facebook, на нашем Инстаграме, и по гуглению «Винуша башамайм JVocals» вы можете легко найти это. Но уважайте наш YouTube-чанеле, наш веб-сайт, JVocals.com, на нашем Facebook и на нашем Инстаграме. В общем, это произведение будет запущено онлайн во вторник вечером. В Израиле и в Москве время сейчас синхронизировано, оно одинаковое. Начнется празднование Дня независимости Израиля. И во вторник вечером этот ролик будет доступен на нашем канале J-Vocals в YouTube, а также мы спланируем выставить его и на странице Facebook, и в Instagram. И если вы зайдете в Google и наберете Авинуша Вашамаем J-Vocals, вы сразу, конечно же, найдете ссылку, чтобы это услышать. И в течение суток, я так понимаю, можно будет за этим наблюдать, да? It will be available only during 24 hours, or it will remain in the net after. Это останется в сети дальше постоянно, то есть это можно будет смотреть. Замечательно. На мой взгляд, это замечательный проект, такой своеобразный музыкальный ответ к коронавирусу, да? Это то, что мы, музыканты, можем сегодня делать. То есть каждый по-своему выражает. Это замечательная ответственность от всех жителей и всех музыканцев. Это ответственность к коронавирусу, против коронавируса. Это то, что мы, как музыканты, можем делать в этот ужасный момент. Трю. 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 И, наверное, не забывайте, не забывайте, в этой период, все художники, все танцевальные, все художники, все танки, все танки не имеют работы на данный момент. Но они еще имеют много энергии, много motivation, и мы все надеемся, что после этого все закончится, они вернутся чтобы они были приезжали дизайн. и будет частью всех жевых симхов в мире. Поэтому мы приглашаем всех идти к jvocals.com и искать, сравнивать и вкладывать жевые голосовые таланты. Каким-то образом востребованы. И поэтому я вас приглашаю всех зайти на jvocals.com присоединиться к нашему сайту и там вы имеете возможность увидеть множество самых талантливых кантеров и певцов и музыкантов со всего мира. Можете их сравнивать, можете их выбирать, можете их приглашать для каких-то ваших мероприятий, торжеств, вашей общины и таким образом поддержать их очень. Замечательно. Спасибо большое, друзья. Искренне хочется пожелать вам успеха и поблагодарить за эту идею, за этот такой музыкальный мост, который вы протянули от каждого еврейского сердца от одного еврейского сердца к другому. Я думаю, этот проект будет иметь большой успех, а мы все будем с удовольствием в авторник вечером, да? Я так понимаю, в авторник вечером сидеть в двух мониторах наших компьютеров, телефонов, в авторник вечером. Я думаю, это фантастический проект, и я желаю вам все успеха. И мы надеемся, что эти тяжелые времена закончатся, и мы обязательно встретимся вместе с JVOCALS и СИ. Также, я желаю вам лучшего успеха. Это фантастический между музыканами, между жевами, и я желаю вам все успеха. На сегодняшний день мы все будем в передаче смотрим этот прекрасный перформанс. Спасибо вам за эту возможность дать вам интервью, и это большая честь для меня. На здоровье! Алехаим! Спасибо тебе, что ты нас соединил, наши телевидения, с этим замечательным... Спасибо большое, что ты связываешь наш телевизор с Моти, и это огромная возможность. Спасибо. Спасибо. И приглашаю всех зрителей постоянных и непостоянных на ГТВ во вторник вечером будем слушать прекрасную духовную музыку. Это отличная новость, что мы приглашаем всех, кто смотрит Смеги.ТВ, чтобы присоединиться на этот канал и увидеть премьер и после этого прекрасного письма. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Пока-пока, gentlemen. Пока-пока.